Утро Карачаевой Черкесии приветствует вас. Члены Карачаево-Черкесского отделения Русского географического общества совместно с сотрудниками КЧГУ и представителями юно-армейского движения провели экспедицию на Семицветное озеро в Архызе. С 2019 года в совместный план мероприятий РГО и Минобороны России входят подобные экспедиции. О завораживающих видах Семицветного озера в репортаже Аллы Динаевой. Несложный, но невероятно красивый маршрут пролегает к Семицветному озеру вдоль реки Большая Дубка. Само озеро открывается только тогда, когда подходишь к нему вплотную до этого зеркала, скрыто от глаз каменистым валом. Я сам уже измерял это озеро в третий раз. В первый раз мы там в 2015 году проводили как физические исследования, так и гидрохимические. В этот раз тоже в основном физические исследования. Юно-армейцы учились, как проводить исследования, как измерять озеро, как узнавать его глубину, размеры. Наши исследования показали, что озеро имеет максимальную протяженность 260 метров, максимально измеренная глубина 18 метров. А также температура воды колеблилась от 4 градусов до 8,5. Но среди туристов были купающиеся в это время даже в такой температуре. Название озера получило из-за удивительного светового эффекта, благодаря которому в солнечную погоду вода переливается разноцветием, образуя радугу на водной глади. Происходит это за счет цветовой гаммы окружающего ландшафта и минералов на дне водоема. Изумрудная трава, белые скалы, зеленые луга, рыжие камни – все это играет красками по воде и создает неповторимый облик озера. Но в зависимости от времени года и погоды оттенок воды разный. В зависимости от ракурса, времени и погодных условий цвет воды разный. Хотя вода на самом деле абсолютно чистая и относится к категории ультрапресных вод. И в этот раз какого цвета оно было? Ну в этот раз мы попали под дождь, периодически солнце выглядывало, озеро было темно-синево. На видеоролике можно будет заметить, какого цвета была вода. А в предыдущий раз? В предыдущий раз мы были там в ясную погоду, и там озеро колебалось от лазурного до зеленого. Семицветное озеро спрятано в скальном цирке отругов хребта. А лучшее время полюбоваться такой красотой – это, конечно, лето, когда на солнце жарко, но воздух в горах всегда свежий. Аладинаева Олег Бастанов, Вести, Крачево, Черкесия. Далее прогноз погоды, а в 9 часов смотрите «Вести» на абазинском языке. Удачного всем дня и встретимся завтра. В Карачаево-Черкесии местами кратковременный дождь, ночью в отдельных районах сильный. Ливни в сочетании с грозой, градом, сильным ветром до 25 метров в секунду. Ночью и утром в отдельных районах будет туман. Ветер восточный 5-10, порывы будут до 14. Температура ночью 12-17, в горах до плюс 10, а днём 24-29 градусов тепла и местами до плюс 20. В северных районах высокая пожароопасность. В Черкесии без существенных осадков ветер восточный 5-10 метров в секунду. А днём будут порывы до 14, температура ночью 14-16, днём 27-29 градусов тепла и высокая пожароопасность. Редактор субтитров А.Семкин